Глава семнадцатая. Разлука. В январе отец Никиты, Василий Никитевич, прислал письмо. «Я в отчаянии, что дело о наследстве задерживает меня еще надолго. Милая Саша, выясняется, что мне придется поехать в Москву хлопотать. Во всяком случае, великим постом я буду с вами». Матушка сильно загрустила над письмом и вечером, показывая его Аркадию Ивановичу, говорила. «Бог с ним с этим наследством, если из-за него столько неприятностей. Все зиму живем в разлуке. Вот мне даже кажется, что Никита уже начал забывать отца». Она отвернулась и стала глядеть в черное замерзшее окно. За ним была глухая ночь, такая морозная, что в саду трещали деревья, и громко так, что все вздрагивало, трескались балки на чердаке. А поутру на снегу находили мертвых воробьев. Матушка легонько вытерла глаза платком. «Да, разлука, разлука», — проговорил Аркадий Иванович, и задумался, должно быть, о своей собственной разлуке. Его рука потянулась в карман за письмом. Никита в это время рисовал географическую карту Южной Америки. Сегодня с матушкой было долгое объяснение. Она волновалась и доказывала ему, что за праздники он обленился и опустился. Готовит из себя, очевидно, волосного писаря или телеграфиста на станции Безинчук. «Вечером, вместо глупых картинок», — сказала она, — «будешь у меня рисовать Южную Америку». Никита рисовал Америку и думал, неужели он забыл отца? Нет. На месте реки Амазонки, там, где скрестились долгота и широта, он видел краснощекое, с блестящими глазами и блестящими зубами, веселое лицо отца. Темная борода на две стороны, громкий, похохатывающий голос. Можно было часами глядеть ему в рот, помирая с осмеха, когда он рассказывает. Матушка частенько упрекала его в беспечности и легкомыслии. Но это происходило от его слишком живого характера. Вдруг, например, отцу придет мысль, что лягушки, которыми были полны все три усадебные пруда, пропадают даром. И он целыми вечерами говорит о том, как их нужно откармливать, выращивать, холить и в бочках отсылать в Париж. «Вот ты смеешься», — говорил он матушке, смеявшийся до слез над этими рассказами. «А вот увидишь, что я разбогатею на лягушках». Отец велел городить в пруду садки, варил месиво для прикорму и приносил пробных лягушек домой, покуда матушка не заявила, что либо она, либо лягушки, которых она боится до смерти, и что ей противно жить, когда этой гадости полон дом. Однажды отец поехал в город и прислал оттуда с обозом старые дубовые двери и оконные рамы и письмо. «Милая Саша, случайно мне удалось очень выгодно купить партию рам и дверей. Это тем более кстати, что, помнишь, ты мечтала построить павильон на Тополевой горке. Я уже говорил с архитектором, он советует павильон строить зимний, чтобы жить в нем и зимой. Я заранее в восторге, ведь наш дом стоит в такой колдобине, что из окон никакого виду». Матушка только расплакалась. За эти три месяца не заплачено до сих пор жалования Аркадию Ивановичу. И вдруг новые расходы. От постройки павильона она отказалась наотрез, и рамы и двери так и остались гнить в сарае. Или вдруг на отца нападет горячка, улучшать сельское хозяйство. Тоже беда. Выписываются из Америки машины, он сам привозит их со станции, сердится, учит рабочих, как нужно управлять, на всех кричит. Черти окаянные, осторожнее. По прошествии небольшого времени матушка спрашивает отца. «Ну, что твоя необыкновенная сноповязалка?» «А что?» — отец барабанит в окно пальцами. «Великолепная машина». «Я видела. Она стоит в сарае». Отец дергает плечом, быстро разглаживает бороду на две стороны. Матушка спрашивает кротко. «Она уже сломана?» «Эти болваны-американцы, — фыркнув, — говорит отец, — выдумывают машины, которые ежеминутно ломаются. Я тут ни при чем». Рисуя реку Амазонку с притоками, Никита с любовью и нежным весельем думал об отце. Совесть его была спокойна. Матушка напрасно сказала, что он его забыл. Вдруг в стене треснуло, как из пистолета. Матушка громко ахнула, уронила на пол вязанье. Под комодом хрюкнул и задышал со злости еж Ахилка. Никита посмотрел на Аркадия Ивановича, который притворялся, что читает. На самом деле глаза его были закрыты, хотя он не спал. Никите стало жалко Аркадия Ивановича. Бедняк, все думает о своей невесте, Васи Ниловне, городской учительнице. «Вот она, разлука-то». Никита подпер щеку кулаком и стал думать теперь о своей разлуке. На этом месте у стола сидела Лиля. И сейчас ее нет. Какая грусть, была и нет. А вот пятно на столе, где она пролила гуми-арабик. А на этой стене была когда-то тень от ее банта. Пролетели счастливые дни. У Никиты защипало в горле от этих необыкновенно грустных, сейчас им выдуманных слов. Чтобы не забыть их, он записал внизу под Америкой. Пролетели счастливые дни. И, продолжая рисовать, повел реку Амазонку совсем уже не в ту сторону, через Парагвай и Уругвай к огненной земле. «Александра Леонтьевна, я думаю, вы правы. Этот мальчик готовит себя в телеграфисты на станцию Безинчук». Спокойным голосом, от которого полезли мурашки, проговорил Аркадий Иванович, уже давно смотревший, что выделывает с картой Никита.